Приветствую, друзья! С вами Станислав Орехов. Буду рассказывать сейчас о планировке, как она сделана. Эта информация будет полезна для тех, кто обучается у нас по дизайну, для тех, кто планирует обучаться. Также для тех, кто хочет себе сделать планировку. Конечно, покажу некоторые законы, правила, как это вообще делается. Ну, если будет интересно, сможете задавать дополнительные вопросы. Задача была сделать одну спальную зону с рабочим местом и гостиную, для того, чтобы можно было здесь оставаться, и за границей проезжать, и чтобы не в гостинице оставаться, а у себя в квартире. Так, что мы видим? Начинаем мы со входа, естественно, входим в вход. Дальше у нас здесь коридор, прихожая. Сейчас мы с этим тоже посмотрим. Я всегда рекомендую дополнительно посмотреть, какие у нас есть окна. Это даст нам общее представление о происходящем. В данном случае здесь зона, получается, спальни. Мы видим просто краем глаза быстренько охватываем. Также у нас есть балкон с распашной, туда можно выйти, скорее всего, он будет утепленный. И дополнительно гостиная, одно окно и второе окно. Здесь же у нас кухня. То есть это вот в целом мы посмотрели, как оно выглядит. Это вот базовое размещение всех необходимых функциональных зон, отметили. Теперь переходим к деталям и смотрим, насколько эти функциональные зоны действительно правильно разобраны и качественно сделаны. Давайте посмотрим. Дальше. При входе у нас обязательно, естественно, должно быть какой-то пуфик. Мы его всегда ставим. Для чего? Для того, чтобы можно было присесть. Молодые, старые, средние, возраста люди, всем нужно присесть, завязать штурки. Это очень удобно и полезно. Не забывайте, пожалуйста, об этой функции. Также очень неплохо. Места здесь достаточно много. То есть можно пригласить гостей. Проблем здесь никаких не будет. Можно разместиться. Ну, достаточно большое количество гостей. Никто не будет ютиться вот в маленьком уголочке, пока остальные проходят. Далее. Можно было бы здесь разместить шкаф. Вот это прихожая. Гардеробная. Если бы членов семьи было достаточно много, если бы были бы дети, если бы было бы много постоянных гостей. Здесь такой задачи нет. Поэтому эту тему мы использовали как шоу-функцию. Здесь будут размещены книги, какие-то статуэтки дополнительные, полезные. И здесь еще учтен такой щиток-домофон. Также сам шкаф у нас расположен уже вот здесь. Таким образом, в принципе, его хватит. Да, зеркальные здесь могут быть поверхности. Да, по фуншу не очень хорошо, когда зеркало ковается сюда. Но это может быть и не обязательно зеркальные поверхности. Здесь зеркало во весь рост тоже должно быть в гардеробе. Оно может быть либо здесь, либо здесь, ну, либо здесь где-то расположено. То есть всегда ищите место для расположения зеркала. Это очень важно. Так, все хорошо. Что еще? Конечно же, мы с вами уже знаем. Кто не знает, самое время узнать, что при входе обязательно должен быть гардеробка и санузел. Здесь у нас это есть. Вообще в квартире более 80 или 100 метров желательно, конечно, чтобы было два санузла и отдельная гардеробная постирочная зона. Здесь есть и то, и другое. Давайте посмотрим. Не очень простой такой формы у нас получилась вот эта конфигурация. Но ничего с этим не поделаешь. Работаем тем, что есть. Поэтому здесь вот мы в эту зону размещаем такую гардеробную. Заходим туда отдельно. Сюда можно складывать различные вещи. Также здесь использована постирочная. Вот это вот у нас используется. Соответственно, здесь можно постирать, чтобы не было каких-то проблем. Дальше. И совмещение, кстати, функций. Очень неплохо, когда все хозяйственные функции расположены отдельно. И это не мешает хозяевам и не загораживает. Знаете, когда бывает иногда в ванной комнате, либо на кухне размещена стиральная машина. Это не всегда бывает здорово и интересно. Ну что же, пойдем дальше. Посмотрим следующий момент. Давайте вот так вот повернемся. Оп, вот так. И переместимся уже в санузел. Что мы видим в санузле? В санузле мы смотрим большая интересная конструкция. Классно, когда есть возможность разместить большую раковину с большой столешницей. Это всегда здорово. Заходим мы на вот такую условную перегородку. Когда мы заходим, желательно, чтобы не было видно унитаз. Ну здесь, к сожалению, другой какой-то возможности более рациональной не было. Поэтому здесь его видно частично. Но в целом мы смотрим сюда и можем наблюдать на душ. Душ, вот такой вот получается отдельная лейка. И сделано просто стекло, которое открывается. Основная, вот большая, интересная умывальник и столешница расположена вдоль всей зоны. 1800 достаточно вместительная. На что еще здесь хочу обратить внимание? Очень важная вещь, вот это вот стекло. Этот стеклянный блок всегда при возможности, если планируете, лучше сделать так, чтобы в ванную, комнату и на кухне, вообще везде, где есть возможность, разместить желательно какие-то стеклянные перегородки, чтобы туда попадал естественный свет. Это то, что отличает качество дизайна. И в данном случае мы небольшой блок от пола до потолка сделали. И, кстати, об этом тоже нужно думать уже на планировочном решении. Потом это может быть поздно. И когда мы это придумываем, продумываем, презентуем эту идею клиенту, что у него будет солнечный свет попадать в ванную комнату, эта идея, естественно, ему очень сильно нравится и легче согласовать. Вот такой вот непростой формы у нас получается зона с музлом и гардеробной. Ну, в принципе, неплохо, идем дальше. Следующая зона это зона гостиной и зона кухни. На что есть обращаем внимание? Всегда рекомендую делать вот такой остров, чтобы можно было его обходить. Всегда, когда у нас есть возможность слева-справа обойти пространство, пользуйтесь этой возможностью по максимуму, потому что когда мы можем двигаться, когда у нас нет закутков, куда мы в тупик приходим, когда у нас какие-то круговые движения могут образовываться, это всегда классно. И здесь у нас круговых движений достаточно много. Давайте посмотрим. Круговое движение номер один, круговое движение номер два, номер три. У нас нет предметов мебели и интерьера, которые размещены по стенам. По стенам постарайтесь ничего не размещать, ну, за исключением, я думаю, только там домашнего кинотеатра, если здесь будет, да, и телевизора, потому что, ну, они как притягивают внимание. Также может быть аквариум, камин. Ну, кстати, аквариум может тоже, если он будет где-то, он может делить именно зону на условные такие две части. Здесь этого нет, поэтому оставляем. С другой стороны кухня. Вписалась замечательно. Холодильник, варочная поверхность, все четко. Все центрично. Обратите внимание вот на эти красные оси. Вот они. Почему это важно? Потому что, если мы по осям располагаем предметы мебели, то у нас планировка получается автоматически классная, красивая, интересная. Обратите внимание на оси, которые сопровождают двери слева и справа. Они тоже подчеркивают, что мы из одной двери выходим, и вот единая какая-то полоса присутствует. То есть это всегда здорово. Дальше, что хочется отметить, это здесь вот, наверное, из того, что не хватает, чтобы я еще дополнительно добавил, но я думаю, здесь это сложно не будет, это сделать дополнительно какое-то кресло, поставить либо пуфик, что-то. Почему? Потому что, когда человек здесь сидит, ну, кстати, может быть, еще вот здесь вот диван сделать более какой-то хитрой формы, если человек сидит, лежит, можно с ним общаться. Но это если приходят гости и если есть такая задача. Вот. Поэтому пуфик можно всегда докупить, сделать и место тут, кстати, тоже под него есть. Всегда, когда делаете диванную группу, нужно, чтобы люди смотрели друг на друга, а не в рядочке сидели. Это очень важно. Будьте здесь предельно внимательны. Так, дальше. Переходим к зоне кухни. Здесь, получается, стол. Раз, два, три, четыре. Стульчика. Все тоже по оси. Что нам дает эта ось? Это дает нам, ну, некую симметрию. Симметрия – это признак красоты всегда, когда у нас симметричный интерьер, это всегда здорово, классно. В общем, на визуализации покажу, можно будет дополнительно посмотреть. Значит, что здесь? Кустики, да. Это уже такой декор, который может быть. Все основное я показал. В общем-то, здесь больше вопросов быть не должно. Заходим в спальню. Большая, хорошая кровать. Единственное, что она немножко при входе, но здесь вот эта зона, она отделена от основной, потому что здесь такой рабочий кабинет. Не получилось выделить кровать, можно было как бы закрыть тоже частично. Мы на визуализации так предлагали, в принципе, это сделать. Это имело место быть, и если необходимо, это можно всегда закрыть. То есть я бы, ну, наверное, функционально как бы попробовал бы эту историю сделать. Но, опять же, не обязательно, если есть задача именно объединить все это дело. И использовать одну большую комнату, как сейчас она устроена, то, в принципе, может быть тоже вполне нормально. Так, здесь гардеробная получается, достаточно вместительная для данных клиентов. Значит, здесь кровать, тумбочки. Все отлично. Здесь может быть телевизор. Здесь большая рабочая зона. Почему она здесь такая сделана? Потому что, ну, собственно, нужно много работать и вот много телевизоров. Также вот удобные креслицы посидеть. Ну и давайте посмотрим, как выглядит эта квартира в жизни. Вот это уже визуализация, уже все готово. Здесь задача была такие вот очень-очень мягкие цвета использовать, песчаные. И акцент согласовали вот такой бирюзовый цвет. Здесь немножко изменили местоположение холодильника, кухни. Ну, в общем, сами все видите. Диван, столик стеклянный с одной стороны. С другой стороны. Давайте подвинем. Значит, это выход как раз-таки, который позволяет вокруг этого шкафчика идти. И туда тоже можно выходить. Здесь подсветочка получается, которая может выдвигаться и задвигаться. Вот эта вот зона отделяется от коридора и может открываться и закрываться. Вот коридор получается. Соединение по стилю дерева и современного стиля. Да, вот полочки. Это вот, кстати, зона с кроватью и с рабочей зоной. Здесь немножко изменили. Вот после планировки. Вот, соответственно, отделили как раз, как я и говорил, такой вот зоной для книг и разных сувениров. Вот примерно так это выглядит. Да, и поменяли, получается, местами кровать и рабочую зону. Да, поменяли местами кровать и рабочую зону. Это тоже допустимо. В принципе, для этого и делается планировка. А потом на детальном дизайне, на рабочем проекте, это может дополнительно как-то измениться. Ну, вот такая квартира, такая планировка. Да, можно посмотреть еще. Вот, кстати, интересно, как будет выглядеть санузел. Ну, да, заходим. И сейчас я хотел найти это окно. Окно. А, кстати, да, тут, получается, мы тоже немножко переделали. Санузел был переделан в пользу, получается, уже раковины. Да, вот этот санузел, он по планировке немножко пел изменения. Не раковин, а ванну сделали вместо того, чтобы делать душ. Вот, поэтому было небольшое изменение. В принципе, это тоже допустимо. Ну, вот такие изменения иногда бывают. Иногда это выливается в дополнительную стоимость для клиента. Иногда не вливаются, а в рамках этого же проекта делается. Обычно какие-то количество изменений позволяется вносить и позволяется делать. Итак, мы посмотрели планировку, посмотрели даже визуализацию, как получилось. Вы увидели, что планировка изначальной и визуализация немножко изменились. И в рабочем проекте это тоже было учтено. Но я хотел вам показать именно эту планировку. Ну, потому что она была придумана изначально. И потом уже виды изменений, которые были, они были уже там после голосования клиента. Это уже следующая тема. То есть, когда мы будем делать рабочий проект, мы тоже будем это учитывать. А также будем учитывать, сколько из возможных процентов можно поменять бесплатно. А что можно поменять уже за деньги и как эти деньги обосновать. Если эта тема вам интересна, приходите обучаться к нам на дизайн интерьера. Если вы уже учитесь, то продолжайте анализировать другие наши проекты. Я планирую все их потихонечку показать. И увидимся тогда в следующих видео. Если есть какие-то вопросы, тоже их задавайте. Если у вас есть ваши планировки, которые вы хотите получить, комментарии от меня, то присылайте, я сделаю по возможности разбор ваших планировочных решений. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Увидимся в следующих видео.